Привет, мои дорогие подписчики, те, кто в первый раз зашел ко мне в гости. Рада вас видеть на своем канале. Меня зовут Лена, и я к вам с этой коровой. Драконья коров. Но если быть точной, это правильно назвать золотой дракон, работа, которая выполняется в алмазной технике. Я уже, наверное, несколько недель с лишним снимала видео о покупке, где показывала вам, как выглядит этот работа, процесс. Сам непосредственно я не снимала, хотела и все никак, хотела и все никак. Но вы знаете, он идет вообще замечательно, просто великолепно. И вы можете увидеть, как он выглядит. Сейчас я сама посмотрю. На самом деле, я не знаю, как ему показать. На стол его тоже нереально разместить. Не знаю, как снять. Решила разместить на полу, на кухне. Вы видите, где приклеен. Вот ниже скотча надо будет еще сделать, чуть-чуть повыше скотча. Скотч приклеенный по бризонтали. Чуть-чуть повыше скотча тоже надо будет сделать слева и справа. И, в принципе, он готов. Офигеть! Он шикарный. Он великолепный. И сейчас я тут коровушка немножко поднимусь и попробую вам его приблизить. Блин, я вот в следующий раз, когда его полностью сделаю, уже будет видео, я его, это, наверное, прикреплю на стене. Но если вы позволите, я постараюсь чуть-чуть его приблизить. Ой, слушайте, невозможно. Не, приблизить можно, невозможно. Ну, немножко. Немножко неправильно. Вот как он выглядит. Вот его страшная морда. Очень красивая. Для выполнения некоторых элементов драконьих мне пришлось использовать очень красивые стразики. Значит, эти стразики, они такие, знаете, золотые и блестят. Очень-очень красиво. Слушайте, неудобно. Блин, Карина. Я сейчас попробую чуть-чуть подставить. Прошу прощения. Штатив. О! И мне кажется, чуть-чуть получше. Моя же правая рука, вы помните? Немножко не в теме. Хотя вот я сейчас ее уже стала нормально разгибать. Она у меня, ну, такая относительно рабочая. Но, тем не менее, нельзя сказать, что очень удобно. Так, вот смотрите. Такое немножко сумбурное видео у меня. О, какой красавец. Шикарный. Давайте немножко опущу. Так, вот смотрите, смотрите. Вы только посмотрите. Давайте приближем. Вон они блестят, эти алмазные. Ну, алмазные. Господи, алмазные. Эти алмазики, они золотые. И они очень-очень-очень красиво блескучие. Вот оно, вот оно, вот оно. Вот видите, немножко вот у меня верхний слой чуть-чуть в сторону отошел. Ну, прозрачно вот эта фигня. Вот как раз под ней ней надо выполнять, по крайней мере, сегодня вечером. А вот под скотчем здесь у меня ничего нету. То есть клеить, клеить. Вот он, вот он. Давайте я его мордочку вот так приближу. Ну, пока так. Вы мне извините, это видео такое сумбурное. Мне просто одна девочка, моя подписчица, очень сильно попросила показать. Значит, клею вечерами. Вообще просто шикарно идет процесс. Вообще просто замечательно идет. Мне очень нравится. Мне нравятся оттенки этих алмазиков. Очень часто, конечно, единственное, что среди алмазов попадаются склеенные. Ну, короче, их надо, в общем, расклеить. Это меня бесит. А так вообще клеится очень-очень хорошо. Слава Богу, ничего не отколкнулось, ничего не отвалилось. В процессе работы. Но, конечно, перед тем, как я, вернее, после того, как эта работа будет готова, я проверю. Ой, ничего ли не отвалилось. Вот. Значит, ну нельзя вообще ничего сказать. Он просто шикарный. Он не просто шикарный, но вообще просто такой шикардос. Короче, мне очень нравится этот процесс. Дело близится к завершению. Что касается того, что я буду делать позже. Значит, что я буду делать позже. Есть. Ну, некоторые надумочки. Есть еще одна работа, которую я припела, но она мне еще не пришла. Через... Ну, так, через неделю, может, примерно. Вот. Говорила, говорила, вот, в инстаграме показывала, что я криворуга, так что вышивка, ну, пока надо о ней забыть. Так что вот занимаюсь. Я думаю, я буду скучать. Если он закончится, я его выполню полностью. Ой, буду скучать. Ладно, на этом я поднимаюсь с дивана. Немножко отдаляю его. Вот он, мой красавец. И на этом я заканчиваю свое сумбурное видео. Всем спасибо, что зашли в гости. Подписывайтесь, ставьте лайк, если еще, кстати, не подписались. Добавляйтесь в друзья, в контакт, в одноклассники, в инстаграм. Все сказала? Ну, наверное, да. Была вас очень рада видеть. Самое главное, не болейте, мои хорошие. Не болейте. Если вы на карантине, не скучайте. Всегда есть чем заняться дома. Всех люблю. Всех целую. До встречи на моем канале чуть-чуть попозже. Пока-пока.